Промышленные, сельскохозяйственные, транспортные и финансовые секторы усилят в Казахстане. Так на заседании Клуба молодых экспертов заявил председатель Сената Маулина Шимбаев. На встрече обсудили послание президента и новую экономическую модель нашей страны. Участники отметили важность инициатив, направленных на повышение самостоятельности региона. Это, по мнению Маулина Шимбаева, поспособствует дальнейшему сбалансированному развитию государства. Чтобы идея воплотилась, спикер Сената призвал заинтересованные стороны к системному взаимодействию. Президент страны обозначил широкий спектр задач. Более ста конкретных тезисов было озвучено, в том числе какие-то поручения, цели были поставлены. И сегодня, как я отметил, нам важно не сколько друг другу рассказывать о послании, какой это хороший документ, а сколько нам сегодня важно поговорить, как те цели, которые изложены в послании, как их лучше реализовать. Создано государственное учреждение «Центр по развитию и продвижению экспорта Кыргыз-экспорт» при Министерстве экономики и коммерции. Решение принято накануне на заседании Кабмина. Основными задачами Центра станет это участие в разработке и реализации мер по стимулированию экспортного потенциала Кыргызстана, развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей в связи с продвижением экспорта продукции, содействие диверсификации экономики республики путем продвижения экспорта, обеспечение координации взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных организаций, бизнес-сообществ, общественных объединений, научных и иных организаций по вопросам, связанным с развитием и продвижением экспорта. Кроме того, Министерство экономики и коммерции в двухмесячный срок поручено решить организационно-технические и финансовые вопросы, связанные с образованием государственного учреждения. В России заработала уникальная технология – ипотека по QR-коду. Оформление сделки занимает полчаса. Для подачи заявки потребуется только телефон и доступ к цифровому профилю на госуслугах, где хранятся данные потенциального заемщика. Ипотеку по QR-коду запустил один банк. Там решили, что такой инновационный способ оформления жилищного кредита оценят и клиенты, и банки. А самое главное – это экономит время. Желающих оформить ипотеку по QR-коду уже немало. Новый сервис пользуется популярностью. Уже подано более 400 заявок. Если раньше у клиента сбор документов и подача заявки занимала несколько дней, в лучшем случае – справки, копия трудовой книжки. В зависимости от того, как быстро их бухгалтерия, отдел кадров предоставит все эти документы. То сейчас запрашивать все эти документы с работы не нужно, и нам предоставлять их тоже не нужно. Достаточно отсканировать QR-код и получить решение. Когда клиент уже определяется с той ипотечной программой, которая ему максимально подходит, у нас есть возможность онлайн проведения сделки. Соответственно, мы можем онлайн подписать и кредитную документацию, и выпустить закладную, и зарегистрировать сделку в Росреестре. По сути, если у клиента есть цифровая подпись, и он выбирает онлайн формат, на сделку потребуется буквально 20 минут. Желающих оформить ипотеку по QR-коду уже немало. Новый сервис пользуется популярностью. Уже подано более 400 заявок. Роман Бирюков, Дмитрий Старокожев и Руслан Хайрулин. МИР24. Эстония вслед за Латвией и Литвой вела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Таким образом, Таллинн выполняет последние рекомендации Еврокомиссии, касающиеся применения антироссийских санкций в связи с агрессией Российской Федерации против Украины. Запрет на въезд автотранспорта действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь прибывает в Эстонию или Евросоюз. Рекомендации Еврокомиссии допускают и гораздо более широкие ограничения. В санкционные списки включены, например, одежда, компьютеры и смартфоны. Страны имеют право устанавливать отдельную политику в отношении воза товаров и приема туристов. На данный момент ни одна страна не объявила о планах по конфискации личных вещей путешественников, прибывающих из России. Чилийские медработники вышли на уличный протест в Сантьяго. Они требуют отменить увольнение около 7 тысяч медицинских сотрудников, нанятых в разгар пандемии COVID-19. Демонстранты призывают Министерство здравоохранения выполнить свои обязательства перед народом в отношении обеспечения людей рабочими местами. Забастовка, организованная Национальной конфедерацией работников общественного здравоохранения, продолжается уже пятый день. Однако между сторонами пока не достигнуто соглашения. Министерство здравоохранения 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 Министерство здравоохранения